Господи Боже мой, на Тяу-побах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, в четверг, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 40 по 44. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Отца Александра. Иисус, сын Иосифов, Ему же мы знаем Отца и Матерь, како уба глаголит сей, якос небесес не дох. Отвеща уба Иисус и речей им, не ропщите между собою, никто же может прийти ко мне, аще не Отец послава имя привлечет Его. И аз воскрешу Его в последний день. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь пришедшим к Нему Иудеям, воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал, Я есим хлеб, сшедший с небес. И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого Отца и Мать мы знаем? Как же, говорит Он, Я сшел с небес? Иисус сказал им в ответ, не ропщите между собою, никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день. Упоминая о воскресении, как о награде за добродетель веры, Спаситель говорит, Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Христос часто приводит эти слова, чтобы иудеи не могли их забыть, но твердо знали, что существует воскресение, воздаяние за веру и награда за духовные подвиги. Но слова Христа о себе, как об истинном хлебе жизни, шедшем с неба, произвели недовольство в иудеях, и они стали роптать на Него, говоря, Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сшел с небес? Святитель Иоанн Златоуст пишет, когда он дал им хлеб и насытил их чрево, они и пророком называли его, и царем хотели поставить. А когда преподал им учения о пище духовной, о жизни вечной, когда беседовал о воскресении и возвышал их мысль, и когда в особенности следовало бы дивиться ему, тогда они ропщут и отступают от Него. Они еще уважали его за недавнее чудо над хлебами, и потому явно не противоречили, но ропотом выражали свою досаду на то, что он не дал им трапезы, какой они хотели. Христос возвещает им о том, что он послан Отцом на землю ради спасения рода человеческого. Из уст его исходят самые великие и самые благодатные слова, когда-либо сказанные на земле. Можно было бы ожидать, что они с изумлением и благодарностью поклонятся ему, но они противятся Господу, вступая в спор с ним. Они судят согласно человеческим ценностям и внешним понятиям. В ответ на призыв Христа иудеи утверждают, что он сын Иосифа, и что они видели, как он рос в Назарете. Они не в состоянии понять, как человек из простой бедной семьи может быть вдохновенным посланником Божиим, и как он отваживается приписывать себе небесное происхождение. Но Спаситель ничего не открыл им о своем происхождении, зная, что они еще не в состоянии слышать о чудесном его Рождестве, а тем более о предвечном его рождении. А потому он лишь сказал им, «Не ропщите между собою, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Господь объясняет их ропот тем, что они не находятся в числе тех избранников Божиих, которых Бог Отец благодатной своей силой привлекает к себе. Без этого благодатного призвания нельзя уверовать в Мессию, Сына Его, посланного им на землю, спасать людей. Блаженный Феофилак так поясняет эти слова. «Отец привлекает тех, которые имеют способность по их произволению, а тех, которые сами себя сделали неспособными, не привлекает к вере. Ибо как магнит привлекает не все, к чему приближается, а одно только железо, так и Бог ко всем приближается, но привлекает только тех, которые способны, и обнаруживают некоторое родство с ним. Отец привлекает и приводит к Сыну, а Сын воскрешает и оживляет, даруя дыхание в добре и жизнь, которая есть Дух Божий». Таким образом, Господь как бы говорит, «Робщите не на Меня, а на Себя за то, что не способны уверовать в Меня, как в Мессию». Смысл этих слов такой. Иудеи не понимают, потому что не желают понять. И поэтому Отец Небесный не приводит их ко Христу. Он не просвещает их ум, не дает в данный момент веру, потому что они настроены на сопротивление, не желают принять истину такой, какая она есть. Они ищут только своей правды. А пока оно так, они не могут принять истину от Отца. Лишь того, кто желает понять и познать истину, Отец приведет ко Христу. И как говорит Господь, «Я воскрешу Его в последний день». Продолжая свое слово о спасении и жизни, Господь говорит нам, дорогие братья и сестры, что воля Божия заключается в спасении всякого, кто доверится Сыну Божьему и призовет Его имя. Прийти же ко Христу может Тот, Кого привлечет Отец, воля Которого состоит в спасении каждого человека. Бог Отец приводит к Сыну каждого, кто истинно верует, а значит, словом и делом свидетельствует о том, что Христос есть истинный Бог, воплотившийся для спасения людей. Помогай нам в этом, воскрешший Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех, гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok